Всем привет! Сегодня я буду салат закрывать на зиму. Овочный салат с рисом. Его еще называют завтрак туристом. Но в оригинальном рецепте туда еще добавляйте капусту. Я капусту добавлять не буду. В первую очередь я хочу вам сказать, какую я посуду буду использовать. Для этого мне понадобятся чугунки. Кастрюля с чугуна. Это посуда, которая предназначена для тушения и для жарки. Если у вас нет такой посуды, то возьмите, пожалуйста, кастрюлю с толстым дном и, естественно, в сковородку. Потому что все овощи мы будем с вами обжаривать. Сегодня я буду закрывать двойную порцию. В описании под этим видео будет рецепт данный на одну порцию. Ну и я вам сейчас кратко озвучу. Что мне для этого понадобится? В первую очередь, естественно, рис. Рис. У меня тут килограмм, так как будет двойная порция у меня. Я его хорошо промила под проточной водой и довела до полуготовности. Как я это делала? В кастрюлю я налила 2,5 литра воды, поставила ее на газ, вона закипела. И за кипяток я висыпала рис. Килограмм. 2,5 литра воды, килограмм риса. Толк рис начал кипеть. Я засекла время. 5 минут кипів рис. Не больше. Газ я выключила, кастрюлю накрыла кришкой и оставила. И так у меня цей рис пропарилось все. Соль я ничего не добавляла абсолютно. Чисті води. Рис получается полуготовый. Він и не сырый, и не валеный. Вот так и. Полуготовый, пропаренный. Тут у меня килограмм риса. На 2 порции. Еще раз повторяю. У меня все тут на 2 порции. Ну и сейчас покажу, какие понадобятся для этого овоща. Морква. На одну порцию идет килограмм моркви. Натерли на крупные терки. Килограмм лука. Нарезали квадратиками, такими кубиками. Невеличкими. И килограмм салатного перца. Тоже нарезали квадратиками. С приправ, что мне понадобится? Понадобится, естественно, посне масло, в котором я буду обжаривать овощи. У меня тут стакан 250 мл. Половин стакан. Потом мне понадобится чесник. Чесник я уже на чесникодавки подавила. Но это как двойная порция. То есть, считайте, на одну порцию иде столовая ложка уже давленого чесника. Или можете мелко нарезать, или на мясорубке, как захочете. Потом сюда мне понадобится столовая ложка с горкой сахаром. Дві столовые ложки соли и чайная ложка чорного молотого перца. Ну, естественно, консервант. Это уксус. И еще мне понадобится томатный сок. Два килограмма помидор я перемаловала на соковыжималке. Прокипятила твой сок и у меня уже там стоит. Так что на одну порцию понадобится два кила помидора. Ну, а сколько там сока выйдет? Ну, да это... Если хорошие помидоры, то полторы литра получится. Це точно. Так, скажу сразу. По поводу всех цих специй. По поводу сахара, соли. Це примерний рецепт. Примерний. Потому шо я вам казала, шо сахар разный бува на вкус. Потом иде еще и морква. От моркви тоже много чего зависит. Есть морква, яка дуже сладкая. То сахара, естественно, піде менше. А есть морква, вообще безвкусно. Потом тоже на счет соли. Так как у нас зараз на данный момент немає нормально соли в пачках, то мне пришлось купить вот такую соль, если я вам покажу зараз. Видно ей? Крупную. По правде кажучи, я до цей соли сама еще не привыкла. Так что, ну я взяла так по рецептуре 2 ложки столовые. Но если буду досадывать, это все будет в процессе приготовления. Тут самое главное, чтобы у вас был уксус. От рецептура уксуса, конечно, да. Ну, этот уксус будем положить в конце. Я вам скажу, сколько его положить. А если хотите сделать острый, добавьте и красного перчика молотого, или черного побольше. И так же делайте и на свий вкус, соль и сахар. И сейчас зависит насчет помидор томатных. Что из томатов самых, помидор. Потому что если вы будете делать сок томатный, с красных помидор, я сделала с красных помидор, цей сок, будет намного кристище получается. Если, например, с розовых помидоров будете делать сок, то сок будет намного слаще. Значит, сахара будет меньше. Все-все. Будете сами пробовать. На свой вкус. Тут самое главное, чтобы вы положили правильное количество уксуса в конце. Закатки. Так. Два казанка стоять. Я включаю газ зараз. Воливаю сюда в каждый казанок 250 мл постного масла. Как только масло нагріється, я буду добавлять, высыпать морковь. так, постное масло у меня уже раскалилось, я высыпаю зараз морковь. Обжарювати му я моркву в минуту где-то 5, помешиваючи постоянно. Так. И будете дивиться, еще раз хочу сказать, по поводу постного. Морква дуже багато убирає цели его. Если вы побачите, что постного маловато, то, конечно, можете еще добавить. Ничего страшного не будет. Добавьте еще грамм сто, может. Самое главное, чтобы вы же не переборщили с постного, чтобы ваша каша или, как сказать, салат не будет и жирная. Так, ну теперь я газ зараз прикрутю, чтобы сильно морква не горела. И на среднем огне буду помешивать и прожаривать ему ее. Минут где-то 5. Морква протушилась на 7 минут. Теперь я высыпаю сюда лук. И буду теперь еще обжаривать минут 5-7. При жарке моркви при жарке она убирает в себе много постного. Но потом она просто не отдастся. Так что сейчас, если вы увидите, что мало постного, не спешите доливать. Густое будете доливать только тогда, когда начнете жарить уже перец салатный. Если покажется вам, что постного 200 мл для вас мало. И теперь помешиваючи будем жарить. Морква с луком протушилась. Теперь я добавляю сюда перец салатный. все опять хорошо перемешаю и буду еще жарить минут 10. и теперь на этом этапе я подивлюсь добавлять мне не постный сюда чи нет. Ну, в процессе я вам скажу. Добавляю ячьими добавляю. Ну, пока меси мне постного хватает вполне. Сейчас я сюда до сих овощей добавлю чеснок. Получается столовая ложка. И чтобы чеснок тоже прожарился чуть-чуть он когда прожаривается он дает запах свій. Уже запахи идут на всю кухню. В общей сложности овощи тушилися жарилися как это называете 25-30 минут. Теперь я сюда добавляю все специи. Сахар, соль, черный молотый перчик. Размешиваем все. И сразу я буду добавлять сюда томатный сок. 1,5 литра добавляю. И теперь с томатным соком овощи у меня будут тушиться еще 20 минут на медленном огне на среднем. Периодически я буду помешиваться. Дивиться осторожно потому что начнет стрелять 20 минут. Овощи протушились у меня 25 минут и зараз я сюда добавляю рис. Перемешаю хорошо и протушу еще минут 10-15. Пока будут тушиться овощи с рисом я буду заниматься стерилизацией балок. салат надо выложить в горячие стерильные банки. И на этом этапе я выложу рис перемешаю хорошо я салат попробую на вкус на соль на сахар ну естественно там уже буду корректировать так прокипів уже рис с овощами 10 минут я його попробовала соль сахар перчик мне хватит но я сюда добавлю еще по пол литра томатного сока так что дивиться корректируйте на свой вкус ну и естественно соком прокипить минут 10 и будем закатывать я показываю вам так как делаю я это называется то что бывает разный томатный сок на вкус один кислий другий сладкий мне тут не хватает кислоты а без кислоты может взорвать минут 10 покипить и все теперь стерем мне горячие банки я налажив салат и и теперь самое главное закрываю я в литровые баночки в каждую литровую баночку я наливаю столовую ложку уксуса уксус у меня 9% ну и закатаю после того как я закатаю баночки я переворачиваю и укутаю теплим одеялом или полотенцем до полного остивания укутан они будут стоять где-то сутки после этого я их опустил в подвал я их Продолжение следует...